Тромка, друзья! Приятно считать, что Зеркало Альянса самое скучное среди всех, по крайней мере в современных реалиях, потому что пол стратегии минимальный, но с другой стороны иногда встречается и что-то интересное. Ну и плюс еще какие-то мувы, микроконтроль, то есть всякие интересные штуки в этом матчапе есть. Но сейчас вы посмотрите, пожалуй, самый интересный реплей в формате именно Зеркало Альянса, который я видел за последние несколько месяцев. Сверху слева стартует инфи, текущий чемпион мира, игрок за Альянс, победенный WGL Summer 2020, достаточно уверенно, не проиграв ни одного матча. Он играет за рандом, берет к героям Горного Короля, ну и выпадает ему Альянс, как вы уже поняли. Его оппонентом здесь получается игрок за Альянс из Кореи, Сок, который всегда выделялся супер нестандартным подходом к игре, то есть он как раз может удивлять чем-то необычным, и поэтому, собственно, это битва креативщиков в какой-то степени. Можно сказать, что инфи повезло со стартовым местоположением, потому что он может скрипить сразу же в лагере наемников, с другой стороны, как Сок вынужден крепить гоблинскую лабораторию. Так, кстати, как вы уже поняли, стримлю на графическом моде, я там смог кое-что подкрутить, и в итоге я убрал полностью мыло, которое присутствовало на последнем касте с использованием мода, и в итоге выглядит как-то даже сочненько и красивенько. Ну, как бы оно и раньше так выглядело, но с мылом, а мыла теперь нет, все четко. Поэтому мне прям нравится, надеюсь, вам тоже. Второй уровень получил Архимаг, рунные браслеты, неплохо, потенциально, потому что защищает от молотка, но, конечно, хочется что-то другое. Здесь, с другой стороны, Жезо похищения маны и манти-интеллекта, неплохо, потому что это дополнительные источники маны. Забавно, что инфи пока что ничего не качает, он, ну, митсу на втором уровне, ни клэп, ни баш, то есть он думает, что ему тут брать, если это, например, битва с фоу-брейкеров, то надо брать баш, если это Т3 что-то там, надо брать клэп для того, чтобы воевать с рыцарями, ну или с чем-то другим. Т2 никто не нажимает, пока что, по крайней мере, но... Четвертая ферма есть у Сока, и четвертая ферма есть у инфи, у инфи это ничего не означает, потому что, возможно, он просто для наемников это взял. С другой стороны, Сок в фоне, вероятно, выйдет именно в дополнительную базу. Но пока что он уже два раза пользовался ополченцами для того, чтобы закрепить большую точку, из-за этого он приблизился к третьему уровню, но, с другой стороны, ему не хватает дерева, поэтому у него могут быть проблемы с экономикой, дисбаланс, мы это уже видим. Видите, слишком много золота, слишком мало дерева. Надо добить одного любого юнита, и будет третий уровень у Архимака. Здесь, с другой стороны, цапанул вражеского пехотинца инфи, и он таким образом получил третий уровень на своем Маутен Кинге, и теперь может пытаться даже как-то окружить своего оппонента. Он прокачал баш, поэтому есть вероятность огушить автоатакой. Телепортацию прожимает Сок для того, чтобы спасти свою армию, но, в любом случае, он уже потерял два пехотинца, и у инфи есть преимущество в виде наемников, поэтому здесь вообще чашка будет игроку за Альянса скорее. Т2 нажимают оба игрока. Вторую башенку здесь ставит Сок для того, чтобы можно было защищать свою базу. В идеале, вообще, лесопилку еще поставить, конечно. Интересное решение, принимая здесь Сок, он отправляется в атаку, где-то взял третий уровень, где-то подкрепил что-то или что-то забрал. В любом случае, он планирует прямо сейчас что-то здесь забрать, что-то здесь убить, каких-то рабочих со вторым элементалем. Он вполне может это сделать. Самое главное контролить, не давать окружать своих пехотинцев, выводить их вовремя. Как мы видим, решил инфи не защищать, точнее, не атаковать вражескую базу, отправляться защищать свою. Видимо, он заметил, что там две башни, и как-то вообще некомфортно будет воевать. Без маны он будет совершенно. Но, в любом случае, Сок здесь не то, чтобы многого достиг, он забрал одного рабочего, но, с другой стороны, заставил уйти своего оппонента. При этом, правда, отдает здесь пехотинца на молотке. Неприятно. Уже, по сути, три боевых единицы отдал, три боевых юнита. Но, зато тут башенки готовы. Лесопилки, конечно, не хватает для дерева добычи. Магазин отстраивает, с другой стороны, инфи. Также ничего у себя толком не строят. Посмотрим, что они будут тут делать. Неужели они планируют играть с пулбрейкеров? Еще может кого-то цапануть, особенно учитывая, что он сапогами. Он очень быстрый, прям очень много юнитов отдает Сок, но, с другой стороны, таким образом тянет время. Крошеры выкупил здесь инфи, для того, чтобы ускорить свое дерево добычу. Ну, а, с другой стороны, Сок, выиграв время своими пехотинцами, прибегает архимагом на базу к своему оппоненту и пытается убивать рабочих. Одного забрал, очень опасается того, что может прибежать Горный Король, поэтому стоит где-то в сторонке, отменил строительство магазина, что уже круто, потому что это не позволяет Горному Королю закупить зелье ясности, восстановить свою ману. Он вернулся на постских телепортаций, для того, чтобы защитить свою базу, поэтому Джайна Праутмура вынуждена была уйти. И теперь, так как нет Горного Короля, нет молотка для того, чтобы контролировать вражеских юнитов, а тут аж две магические башни, поэтому, опять же, жрецы будут страдать, а других юнитов слишком мало для того, чтобы убивать рабочих в больших количествах. В любом случае, посмотрим. Как-то СОК как-то вот уже неплохо контролит уже, но нужно, понятное дело, спасать своих рабочих, никого не отдавать, пехотинцев не отдавать, новых юнитов он не производит. Взял Панду, с помощью Панды можно попытаться как-то поддушить нинфи, забрать у него там побольше рабочих, но тут, как видите, стоит и ждет Горный Король, он прямо вот смотрит и ждет. Магазин в итоге отменили, неприятно, а Паученцами пытаются прогнать Панда с дыханием, можно подуть на рабочих, можно в теории даже магическую башню забрать, но Горный Король с молотками, это вообще неприятная тема, особенно учитывая, что есть жезвы похищения Аманы, и, соответственно, есть возможность кинуть два молотка. Тут, с другой стороны, выходит второй Архимаг, для того, чтобы была Аура, то есть решил играть не Магом Крови, а именно Архимагом. Это значит, что он планирует выйти в кастерах, неужели он планирует играть стандартных Спау Брейкеров, реально, ну или, по крайней мере, Жрецов. Тут Т3, с другой стороны, делает сок, Т3, в такой ситуации, может быть, например, для Рыцарей, может быть, для какого-то третьего героя, также Паладина того самого, может быть, и разные варианты присутствуют, в любом случае, посмотрим. Архимаг наконец-то там вышел, маны пока нет для того, чтобы цеплять, но, с другой стороны, Джайна, кстати, обратите внимание, забавно, да, Джайна на коне, Джайна без коня. Скинчики в моде, конечно, приятно удивляют. На плоские телепортации пытался уйти, но лакерок на инфи, башем 20% сбил эту телепортацию, в итоге сок уже вынужден своих двоих путешествовать. Держабль выкупил здесь сок, для того, чтобы легче было харасить, лесопилку у себя в итоге ставят, отстраивает магазин, здесь ставят два святилища. Крошер есть, поэтому дерева более чем достаточно. Панда сейчас будет садиться и пытаться как-то здесь подхарасить экономику. С другой стороны, как мы видим, сок заметит, что здесь находится именно его противник. Джайна пытается здесь взять себе опыт. Инфи, с другой стороны, горный король туда телепортировался, видимо, прозевал тот момент, что не заметил вражеского архимака, туда еще и ополченцы побежали, где он планирует ставить базу. Но посмотрим, сможет ли здесь сок нанести какой-то реальный ущерб, чтобы стало максимально неприятно играть тому же саму инфи. Дирижабль к тому же есть, то есть легко спасать своих юнитов, вообще желательно элементали не отдавать, но в итоге ему повезло, что магическая башня добила элементали, и, соответственно, горный король не получил опыт. Это приятно. Тут ставятся два авиария. Да, 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 да. Сок играет необычно. Рабочие, видимо, вернулись обратно, потому что... А куда они? Они просто проверили, видимо, чей-то подход, и будут там ставить базу, я так понимаю. Пытаются сломать крошера. Здесь Джайна уже про уровня, амулет энергии выпал, его можно отдать тому же самому горному королю. И тут два авиария будут играть масс-воздух. Грифоны хорошо заходят против рыцарей. Ну, а дракондоров можно делать для того, чтобы, например, справляться с кастерами. Хотя, конечно, урон у него не то чтобы много наносят. Чуть не отдал дирижабль, 200 хп всего лишь осталось. Надо, понятно, делать, быть очень осторожным. Ну, не то чтобы он сдерживает, конечно, развитие здесь инфи, потому что Джайна так-то качает. Тут Супер Маска выпала, прям вообще набор юного волшебника. Просто посмотрите на это. Крошеры выкупил, и с Крошером пытаются уничтожить магическую башню. Уничтожено. В итоге защиты как-то больше не осталось. Но скоро уже пора будет отсюда уходить, потому что там Джайна с вторым элементалем. Она наносит много урона по дирижаблю, поэтому просто в панике улетает отсюда Сок, так как понимает, что как бы дирижабль слишком побитый, ему надо как-то восстановить здоровье. Здесь инфи пытаются поставить базу. Нанял еще один дирижабль, прям воздушный флот. И теперь он будет пытаться как-то на мультитаске развести. Или этого Крошера просто домой вернет. Да, Крошера просто вернет домой, а герои отправятся сюда. Там книга есть, можно ее своровать. Горный король бежит на базу противника. Грифоны там тем временем производятся. Тир-3 не делается. Делаются просто волшебницы и жрецы. Башню отменили. Но тут уже Джайна с вторым элементалем. Дирижабль полный, поэтому так быстро его не сломать. Но в любом случае, база скорее всего тут будет поставлена. И на данный момент Сок ничего не может с этим сделать. А вот и грифоны прилетели. Очень важно, что грифоны наносят дополнительный урон по Крошеру, Шредеру, на английском языке. Поэтому желательно именно его атаковать, потому что его можно быстро уничтожить. Нет, не вернулся домой, кстати, Сок. Своим Крошером продолжает пытаться им воевать. С рабочими желательно что-то сделать, но блин, тут стоит злая волшебница без коня. Она, видимо, поэтому и злая. И пытается здесь что-то сделать. Уже два грифона. Ну, не под замедлением от волшебниц, но все равно, как видите, они через фокус юнитов забирают. Что, конечно же, хорошо. Третий грифон скоро вылетит. Делается по один третьим героем. Может быть, Кузинсу поставить для того, чтобы грейды делать. Для грифонов они очень важны. Так как каждый грейд добавляет супер много урона. Не хватает маны у панды. Вообще, конечно, панда без прокачки не то, чтобы прям огромный импакт вносит. Она в самом начале хороша для того, чтобы пушить экспант, потому что она носит уроны рабочим и зданиям и всего подряд. Но без прокачки потом она быстро теряет свою актуальность, поэтому желательно где-то взять третий уровень, все-таки, чтобы было хотя бы второе дыхание. Грифоны пытаются забрать крошера. Сами видите, как много урона по нему наносят. Еп, забрали. Это очень круто, потому что Юни дорогой давал много дерева. Правда, у инфи есть небольшой запас дерева. Так что в этом плане все не так плохо. В любом случае, ну, таким вот решением месок очень жестко контролирует инфи, чтобы никуда не ходил, не крепился, не уходил на красные точки. Интересно, лесопилка ставится, да, вообще? Черт знает где. Хотя бы тут поставил бы, чтобы тут дерево добывать, я не знаю. Но лесопилка, мы видим, нужна для того, чтобы VR поставить, да. Именно. Потому что иначе нет смысла в такой лесопилке, потому что она никак не ускоряет дерево добычу. Это значит, что он поставил это здание для того, чтобы открыть доступ к другим зданиям. Видимо, он хочет сделать и ястребов, как они раньше назывались, или драконтеров, как они сейчас называются, для того, чтобы контролировать грифонов своим лассо. Летают грифоны. Пытаются закрепить золотую шахту с ополченцами, поставить здесь базу. Амулет энергии есть. Игручные башни ставят. Паладин с скином Утера. Панда тоже со скином. Ченя, то есть это не стандартная панда. Или стандартная? А, это стандартная панда. Мне просто чень не особо нравится. На фоне вот этой вот стандартной панды. Прям красивенький такой. Это же касается, кстати, мастера клинка. Самуру мне не так нравится, как стандартный мастер клинка. Такой каминг-аут. Каминг-аут небольшой от меня. Блин. Да, вот второй еще в Авиаре ставится. И делаются дракондоры. Ну, просто грифоны вообще не нужны. В такой ситуации. А вот делать дракондоров для того, чтобы контролировать вражеских грифонов, это в колонии себе неплохая идея. Ну, как бы, ты их цепляешь, и, соответственно, у тебя появляется возможность там у элементаля атаковать, кастеры могут атаковать. Вообще, в идеале Т3 сделать, для того, чтобы огненную сферу купить, чтобы Маутен Кинг мог атаковать. Ну, да ладно. Спалил, что тут ставится экспант. Туда еще Горный Король подходит. Но, судя по всему, все-таки именно ратуша будет построена. Рабочие как-то отказались от ремонта, от постройки. Видимо, все перешли на ремонт. Но сюда уже подходят герои. И, судя по всему, Магическая башня должна здесь выживать, потому что теперь уже не хватает урона. Пытается забирать рабочих. Четвертый уровень. Второй башней. Больше вероятность. Но Магическая башня есть. Она выжигает ману. Поэтому Горный Король больше не может кидать свои молотки. Но зато забрали четырех рабочих. Правда, просто подкрепа, в случае чего, подойдет. Поэтому это не особо большая проблема. Став есть для того, чтобы вернуть вот этого вот Грифона домой и восстановить ему ХП. Огромная армия юнитов у инфи отправляется в атаку. Тут есть и дракондоры уже. И делаются дополнительные. Три аж есть. Четвертый заказывается. Пятый заказывается. Так что Грифонам будет очень некомфортно. Желательно с этим что-то делать. И уже что-то делает, собственно, здесь Сок. Он делает своих дракондоров для того, чтобы перехватывать вражеских дракондоров. То есть, как бы, инфи кидает свою сетку, а Сок кидает сетку, лассо, точнее, вражеского дракондора, сбивает тем самым сетку. Закрепили товарища. И выпадает в итоге кольцо. Это кольцо, да, кольцо защиты плюс пять. Ну, такое себе, конечно. На экспанд пришли. 47 лимита на 46. Чисто с точки зрения математики лимиты равны. Но, как вы понимаете, инфи очень много. Потому что у него много юнитов, которые занимают мало лимита. Но зато тут третья панда. Она своим дыханием может очень помогать. Пауч второй. То есть, у него изменности. Он не умрет вот фокусом. Это очень круто. То есть, на самом деле, шансы вполне есть. Но единственное, что, видимо, придется отдать ратушу. Так как как-то далеко ты больно. Да, и в итоге экспанд отдаешь. Что максимально не круто. На фоне того, что у противника есть дополнительная база. О, перехватил здесь юнита. Забирает моментально. И теперь можно попытаться атаковать. Но ратушу, неужели все-таки выживет? Потому что сейчас уже атака пошла. Пытается атаковать. Нет, все-таки ратуша точно будет уничтожена здесь. Или как? Ну, должен. Потому что 60 хп остается. Драка какая-то начинается. Куча лосов везде. Хаос, анархия. Пытается через фокус забирать юнитов. Но вроде как у инфи заканчиваются именно дракондры. Уничтожили. Все-таки ратуша. Слишком мало хп было. Соку надо было чуть раньше подойти. И глобально говоря, Сок тут неплохо для себя разменялся. Но все равно. Все равно он потерял базу. И это, конечно же, очень сильно решает. Ему теперь нужно будет копить золото для того, чтобы поставить эту самую базу. А это значит, что он не будет делать юнитов. Что, конечно же, максимально неудобно. И максимально не круто. Вообще, в такой ситуации Соку, возможно, будет выгодно пойти в атаку. И попытаться разменяться. То есть, типа, например, убить вражеский экспанд. Но, с другой стороны, там дракондры постоянно производятся. Т3, кстати, делает. На Т3 можно будет прокачать полиморф волшебницам. И нерфая жрецам. И в итоге у тебя будут суперполезные кастеры. Можно грифонов превращать в овечек летающих. Понятное дело. Но, как бы, просто сок в теории может поставить в светилище. И побороться с этим. Но, как раз то, что ему уничтожили экспанд, очень сильно в итоге и зарешало. Но у него герои сильные. То есть, то, что можно сказать, у него реально сильные герои. Скоро будет пятый архимаг. Панда уже третья. Пауч третьим со вторым светом будет. То есть, можно спасать юнитов. Задувать бой кастеров. То есть, вот панда реально может потащить здесь катку. И самое главное, пол один теперь уже третий. Что, конечно же, очень круто. И панда, посмотрите, какие крутые артефакты. И колечко. Не пробить физой, физическим уроном. Соби маска и амулет энергии есть. Прям вообще по кайфу. Телепорт есть. Телепорт купил. То есть, его цель сейчас снести этот экспанд. И защитить свою базу дома. Потому что здесь замок долго будут убивать в теории. Посмотрим в любом случае. Да, надо однозначно атаковать здесь именно ратушу. В первую очередь. Тут магические башни пока что упали. Ну, с другой стороны, сок может много рабочих потерять. Но является ли это прям реальной трагедией? Да, всех рабочих уничтожили. Кроме одного товарища на дереве. Тут ратуша, правда, падает. Однозначно. А тут пытаются убивать именно юнитов. И сейчас только сфокусировали урон на замке. Ратуша точно упадет. То есть, все-таки разменялись экспандами в какой-то степени. Тут ничего не стоит. Не строят. Телепортируется сок. И будет пытаться дать бой. Телепорт начинается. 60-39 лимита. Как-то мало очень здесь. Сока, конечно. Но посмотрим. Очень много лассо от инфи. Все-таки сершавое экономическое преимущество. Пытаюсь здесь как-то разменяться. Но слишком много лассо. В итоге грифоны сока тупо не атакуют. И несмотря на сильные герои, просто не получается реализовать это самое преимущество. Убивает всех грифонов. Воздух просто пал у сока. И в итоге, как мы видим, шикарнейшая адаптация от инфи в виде дракондоров все-таки зарешала. И вот такие вот зеркала Альянса бывают. Или что? Или как? Тут герои под невоязвимостью. Но скоро Деванч и лут закончатся. Панды пытаются заглубать, но как-то не хватает. Архимаг. Без телепорта, без ничего. Свет от паладина зашел. Почти без хп и без маны паладин. Архимаг умирает из сока. И это гг. Адаптация инфи зарешала. Но сама-то суть другая, ребята. Вот такие вот зеркала Альянса бывают. И это круто, конечно. Большое спасибо, что были со мной, дамы и господа. Ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи и до встречи в плавании. Пока.